Более 40 километров по Фряновскому шоссе и Путников встречает самое отдаленное, но отнюдь не забытое поселение Щелковского района. В этот день у него много гостей, ведь городскому поселению Фрянова исполняется 91 год. Для жителей в день рождения их малой родины прозвучало немало теплых слов. Мы радуемся за вас, что у вас все хорошо. Знаем, что эту работу вы ведете все вместе. И вы, граждане Фрянова, и совет депутатов, и администрация, вы одинаково любите свою малую родину. Внешняя привлекательность, комфорт, уважение к истории и бережное отношение к традициям придают Фрянова неповторимый колорит. От всей души желаем фряновцам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а поселению развития и процветания. От всей души поздравляю вас, земляки, с праздником. Дай Бог вам всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Сегодня я, как никогда, с удовольствием и от всего сердца хочу поздравить вас с вашим днем рождения. Разрешите мне от жителей Щелково, от Совета депутатов города Щелково пожелать вам, поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать дальнейшего процветания. На сегодняшний день самое главное это ваши горящие глаза, ваши улыбки и ваше комфортное проживание на территории Московской области. Поэтому я поздравляю вас всех, берегите свои поселения, берегите свои города. Я искренне поздравляю всех с днем нашего поселения. Сегодня будет насыщенная программа, сегодня будет долгий и интересный день. И вот первое яркое событие праздника – торжественное открытие изысканной аллеи молодоженов. Традиция отмечать союз двух сердец и замочками на мостах не нова. Но в последние годы оставить память о своем бракосочетании можно и вот на таких специально оформленных площадках. В день рождения Фрянова первыми свои замочки на оригинальной скульптуре оставили те, кто живет в любви и согласии не первый год. Геннадий и Татьяна Ештокины недавно отметили золотую свадьбу. Юбиляров на дне поселения чествовали отдельно. Отлично, молодцы. Спасибо администрации нашей всем, кто это организовал. Продолжает расцветать и главное украшение поселения – историко-краеведческий музей усадьба Фрянова. Внутренний дворик архитектурного ансамбля еще в прошлом году украсил фонтан. Теперь благоустройство продолжают восстанавливать, ориентируясь на раритетные фотографии конца 19 века. В день рождения Фрянова каждый мог совершенно бесплатно принять участие в увлекательной экскурсии по музею, где как раз проходила новая экспозиция – стереофотография, благодаря которой пейзажи и персонажи позапрошлого столетия буквально оживали. Это такой проект, который зрел несколько лет, потому что нам очень хотелось поделиться с нашими посетителями, показать вот эту объемную стереофотографию столетней давности с видами нашей усадьбы, с видами парка. Закрепляя память о прошлом, заботится во Фрянова и о будущем. Продолжается благоустройство самого поселения. Появляются детские площадки и спортивные объекты для молодежи. Главный парк обрастает лавочками, дорожками и урнами. У нас сейчас в работе огромное количество объемов именно ремонта дорог. Мы в этом году, как никогда, выходим на 26 тысяч квадратных метров ремонта дорог. Мы выходим на тысячу квадратных метров дополнительных площадок для автомобилей нашей жителей на внутридомовых территориях. У нас готовится на стадии высокой готовности большой спортивный игровой комплекс с фонтаном для наших деток. Три новых детских городка ждут своего открытия. В парке Фрянова в этот день развернулась масштабная развлекательная программа, которую не смогла испортить даже разбушевавшаяся погода. В конце концов, поправить положение всегда могут горячий обед из полевой кухни и зажигательный концерт. С днем рождения, город, с днем рождения мы, с днем рождения, люди подмосковной земли, с днем рождения Фрянова, любим тебя, с днем рождения наша родная земля. С днем рождения Фрянова. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.